Всем добрый день! Сегодня хочу показать вам мои новые приобретения, статуэточки. Вот такая статуэточка купила сравнительно недорого. Полонный завод. Вот это клеймо обозначает, что это примерно 1970 год. Называется статуэточка Перепляс. Ранее я приобрела статуэточку Гармонист и Плесун. Вы ее уже видели. И вот теперь у меня такой прекрасный получился дуэт, ансамбль, можно сказать. В продаже я еще видела, значит, тоже танцуют два танцора. Вернее, один танцует, другой играет на бубне. Хочу еще такую статуэточку приобрести, и тогда будет у меня уже полный комплект, можно сказать. Также к моей коллекции прибавились вот такие, ну не знаю, как они называются, то ли лоси, то ли олени. Я, как говорится, в этом не разбираюсь. Ну, пускай будут олени. Такие симпатичные купила вообще, можно сказать, за даром по 50 гривен за штуку. Все тот же полонный завод. А почему я их купила дешево? Потому что у этого правый рог был отломан, отколот, и у этого тоже левый. И вот, смотрите, так хорошо приклеила клей, гель прозрачный. На нем было написано для склеивания много чего, и керамика, и кожа, и в том числе фарфор. Ну, не буду рисковать прям дергать его. Такие вещи после склеивания требуют бережливого отношения. Также решила вам показать 8 слоников. Они, правда, не фарфоровые. Они, насколько я понимаю, с керамики. Ну, и правда, на них нет никаких опознавательных знаков. Нет никакого клейма. Но меня это нисколько не смущает, потому что я знаю, что славянский керамический комбинат сейчас делает красивые вещи без всяких опознавательных знаков. Это я читала в интернете. Потому что некоторые предприятия ушли, так сказать, в тень. И вот эти красивые слоники стоят у меня на комоде. Как в добрые былые времена. Хобот у них вверх, значит, все будет хорошо. Также хотела вам показать вот такую рыбку. Кувшин. Было к этому кувшину 7 маленьких рюмочек рыбинята. Ну, когда мои сыновья были маленькими, были детьми, они их разбили. Вот осталось две штуки на сегодняшний день. Тоже полонный завод. Тоже примерно 70-й год. Кстати, такие рыбки продаются в интернете совсем недорого. И на барахолках тоже. Эти статуэтки вы у меня уже видели. Слева влюбленная пара. Майская ночь статуэтка. Справа девушка, гадающая на ромашке. Вот эти две статуэтки очень гармонично смотрятся. Ну, вот где-то на комоде, в полочке на серванте. Чтобы именно вместе они были. Слева уже влюбленная пара. А справа девушка все еще гадает. Любит, не любит. Статуэток собралось у меня немного. Но все-таки уже маленькая коллекция. Вместе, конечно, любые статуэтки поставить будет неуместно. Допустим, если вот майская ночь, да, влюбленные. И рядом будут олени. Ну, как говорится, ни к селу, ни к городу. А вот просто олени. Парочка оленей будет красиво. Вот такая получилась у меня небольшая коллекция. Ну, некоторые диванные критики, конечно, могут сказать, что это все старье, что это неинтересно. Ну, кому-то, может быть, и неинтересна эта тема. А мне очень даже интересно. Я вот современный вот этот вот дизайн в помещении, который называется минимализм, честно сказать, не люблю. Я люблю украшать какими-то статуэточками, салфеточками, в данном случае решилье ручной работы. Все это делала сама. Вот это мне интересно. Пишите комментарии, интересно ли вам формат такого видео. Хотя я, конечно, статуэточки буду покупать. Несмотря на то, что некоторым это может быть неинтересно. На сегодня все. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok